Как принимать куркуму в лечебных целях? Привет, друзья! Досмотрите это видео до конца. Напиток с куркумой способен победить артрит. Золотое молоко – одно из самых эффективных средств для лечения пораженных суставов. Приготовить напиток просто. Тебе понадобится 2 столовых ложки куркумы, 1 стакан молока и 1 стакан воды. Залей куркуму водой и прокипяти в течение 10 минут. В результате у тебя получится паста, которую можно хранить 1 месяц в холодильнике. Подогревай молоко. Добавляй в него 1 столовую ложку пасты и пей. Мало кому известно, что раньше куркуму использовали лишь в качестве красителя. Целебные свойства этой специи постепенно обнаруживали в течение нескольких тысячелетий. Сегодня же куркума успешно применяется во многих областях нашей жизни. В тандеме с цветной капустой куркума обеспечивает хорошую профилактику рака простаты. Запекайте небольшое количество цветной капусты, добавив 1 столовую ложку куркумы. Куркума весьма эффективна при анемии. Для этого соедини 1 чайную ложку меда и 1 четвертая чайной ложкой куркумы. Употребляй средства каждое утро перед едой. Куркума – настоящее спасение для тех, кто страдает сахарным диабетом. Эта специя уменьшает количество сахара в крови, а также эффективно борется с ожирением. Больным сахарным диабетом рекомендуется употреблять по 1 четвертой чайной ложки куркумы 3 раза в день перед едой. Куркума – отличное антибактериальное средство. Достаточно просто нанести небольшое количество специй на маленькую рану или порез, чтобы ускорить процесс оживления. Ежедневное добавление в пищу 1 чайной ложкой куркумы может предотвратить рак молочной железы. Куркума поможет очистить организм от шлаков и токсинов. Очень полезно выпивать на ночь 1 стакан молока с щепоткой специй и 1 чайной ложкой меда. В холодное время года настое дело поднимает периодически появляющаяся боль в горле. Мало кто знает, что избавиться от нее можно с помощью куркумы. Для этого достаточно соединить 1 чайную ложку соли, 1-2 чайной ложки куркумы и 1 стакан теплой воды. Этим раствором необходимо регулярно полоскать горло. Куркума является отличным противовоспалительным и дезинфицирующим средством, поэтому ее часто применяют при ожогах. Для этого необходимо приготовить смесь из сока алоя и куркумы. Соединив ингредиенты в равных пропорциях, полученную кашицу нужно нанести на пораженный участок кожи и оставить действовать в течение нескольких часов. При нарывах и гнойничных необходимо смешать куркуму и сливочное масло в равных пропорциях, а затем нанести эту пасту на поврежденный участок кожи. Также куркуму используют в косметологии. Маски с добавлением этой специй способствуют восстановлению проблемной кожи, разглаживают неглубокие морщины, сужают расширенные поры. Побалуй свою кожу, приготовь простую маску из куркумы и овсяной муки. Смешай 1-2 чайной ложки специй, 1 столовую ложку овсяной муки и небольшое количество воды. Нанеси маску на очищенную кожу лица и оставь действовать в течение 10 минут. Смой средство теплой водой. Избавиться от кластерной головной боли поможет стакан теплого молока с добавлением щепотки куркумы вместо очередной обезваливающей таблетки. Куркума – одна из самых безопасных средств в борьбе за стройную фигуру. Доведи 0,5 литра воды до кипения. Сняв жидкость огня, добавь 3 столовые ложки черного чая, щепотку корицы, 3 ломтика имбиря, 1 столовую ложку куркумы и 1 чайную ложку меда. Когда настой остынет, процеди его и добавь 0,5 литра обезжиренного кефира. Употребляй в пищу, заменяя завтрак или ужин. Спасибо за внимание! Поставьте лайки и подпишитесь на мой канал!